Пожарная, полиция и скорая занимаются общим делом, помогают людям в самых критических ситуациях. Зачастую им приходится объединять свои силы. Так было и на прошедших учениях, организованных вторым отрядом Федеральной противопожарной службы. Привлекаем дежурные службы города, это у нас скорая помощь, ГИБДД. Все это мы задействуем через единую службу 112. Сегодня у нас проводятся показные занятия именно по ликвидации последствий ДТП. Они проводятся не реже чем раз в месяц. Но также бывают и незапланированные, которые вне графика занятия, как сегодня. Это нужно в первую очередь для подготовки личного состава, для того, чтобы люди были готовы к реагированию на данные ситуации. Потому что, если мы не будем это делать, пробовать своими руками, как мы тогда будем себя вести, приезжая на такие происшествия. В реальных событиях это очень помогает. Мы отрабатываем все навыки, слаженность действий личного состава. По замыслу тренировки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате загорелось разлившееся топливо. В аварии пострадал один человек. Сотрудникам ГИБДД необходимо было отцепить место происшествия и обеспечить проезд специальной техники к месту аварии. Пожарно-спасательное подразделение уже готово было приступить к тушению огня, чтобы избежать повторного возгорания и одновременно оказать помощь пострадавшему. На сегодняшний момент пожарные у нас справились на оценку хорошо. Вся система работает слаженно. Замечаний никаких нет. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Будем надеяться, что самые серьезные испытания пожарные уже прошли. Александр Шишов и Адамия Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.